МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина о самых важных и знаковых событиях прошедшего месяца в программе «Пульс города». Попасть в школу можно в две волны, когда в Барнауле стартует приемная кампания в первый класс. Прозрачный марты, воды талые, какие улицы в городе могут быть подтопленными и как в краевой столице борются с проявлением паводка. Зажженные свечи, летящие журавли, сотни барнаульцев на мемориале и все славы почтили память жертв теракта. С апреля начнут принимать заявления от родителей первоклассников. В Барнауле стартует приемная кампания в школы на 2024-2025 учебный год. Как и прежде, зачислять первоклассников будут в две волны. Первоочередное право есть у детей участников СВО, преимущественно у детей сотрудников правоохранительных органов и тех, чьи братья и сестры посещают данную школу. Немаловажное значение имеет и место прописки. По этим критериям большую часть первоклассников закрепят к школам за первую волну зачислений, которая продлится до конца июня. Второй этап приемной кампании 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закрепленной территории. Если ребенок, допустим, не попадает в данную школу, соответственно, родители должны обратиться в комитет по образованию, где мы в комитете по образованию подскажем, в какую из ближайших школ можно будет подать заявление, где есть свободные места. Добавим, подать заявление, как и в прошлом году, можно разными способами при личном обращении в школу посредством портала образовательных услуг Алтайского края, через госуслуги или направить почтовое письмо с уведомлением. Итак, еще одной школой прирастет индустриальный район Барнаула. Образовательный объект, рассчитанный на 550 мест, распахнет свои двери до конца этого года. Степень его готовности оценили первые лица города. На стройплощадке в квартале 2011 мэр Барнаула, председатель городской думы, глава индустриального района, а также руководители профильных ведомств. Совместно с подрядчиком они осматривают строящийся объект, оценивают темпы работ. Сейчас строители возводят стены второго и третьего этажей будущей школы. На первом устанавливают пластиковые окна и прокладывают электропроводку. Параллельно ведется монтаж коммуникаций в подвале и индивидуальном тепловом пункте, устройство наружных сетей теплоснабжения и трубопроводов водоснабжения. В целом, отметил глава Барнаула, объект готов на 40%. Школа – это на 550 мест. В декабре текущего года мы планируем ее везти. Сам по себе район индустриальный, конечно, это большой район, громадный район. 247 тысяч сегодня здесь проживает. В целом в районе. Район развивается. И за последние пять лет мы построили с вами четыре школы, один пристрой. Совокупность нам дает почти 3000 мест. С сентября начнут комплектовать штат новой школы. Педагоги будут работать в условиях, отвечающих всем требованиям новых федеральных стандартов. По последнему слову техники оснастят лаборатории школы, а также классы биологии, химии и физики. Современными тренажерами удивит спортивный зал. Донести знания до школьника, только имея парку, скажем, собственный багаж знаний, какие-то иллюстрированные материалы – это одно. Другое дело, когда у тебя есть оборудованные специальные кабинеты. И, конечно же, педагоги абсолютно точно уверены, которые сегодня придут в школу и заканчивают вуз, они нацелены на то, что будут такие оборудованные кабинеты. И абсолютно уверена, что кадровый состав этой школы, ну, во многом проценте, будет молодым. Объект планируют сдать до конца этого года. Как только завершится строительство, по заявлению родителей начнут зачислять детей в школу. Добавим, возведение социального объекта по адресу Взлетная, 56, стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Современная школа». Общая стоимость проекта – 908 миллионов рублей. Больше половины – средства краевого бюджета. Елена Макаренко специально для программы «Пульс города». Индекс промышленного производства в краевой столице по итогам прошлого года превысил общероссийский уровень. На крупных и средних предприятиях города средняя зарплата составила 56 тысяч рублей. При этом в краевой столице отмечен рекордно низкий уровень безработицы. 48 дорожных объектов отремонтировано в Барнауле в 2023 году. В срок введен в эксплуатацию долгожданный путь провод на новом рынке. Это лишь несколько важных показателей, о которых упомянул в своем ежегодном отчете перед депутатами Думы и общественностью глава Барнаула Вячеслав Франк. Как оценили отчет и над чем властям предстоит еще серьезно поработать – расскажем далее. Экономика – основа качества жизни барнаульцев. Достижений достаточно в металлургии, производстве вагонов и оборудования, оптике и электронике. По словам главы города, рекордно низкий уровень безработицы отмечен в прошлом году. Да, квалифицированных кадров не хватает, признает глава, но задачу эту совместными усилиями решают. Прежде всего, повышают зарплату. В среднем на предприятиях Барнаула она составила 56 тысяч рублей. Барнаул в лидерах по строительству жилья. В городе досрочно выполнили программу по расселению домов, признанных аварийными, до 2017 года. Более 4 тысяч барнаульцев смогли улучшить свои жилищные условия. Вхождение в новую федеральную программу расселения домов, признанных аварийными, после 2017 года – одна из наших приоритетных задач. Барнаул – один из лидеров программы дегазификации в Алтайском крае в 2024 году. Эту тенденцию планируют продолжить, отметили эксперты уже после отчета. В текущем году мы построим более 100 километров сетей на территории города Барнаула. И, конечно, безусловно, это невозможно без слаженной команды администрации города, органов исполнительной, муниципальной власти. И со своей стороны мы всегда находим поддержку в решении тех или иных вопросов, связанных с реализацией данного поручения президента. Важный итог 23-го – дороги к краеву столицы. Они год от года становятся лучше, и это признают и барнаульцы, и гости города. В прошлом году работы велись на 48 объектах. Из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора. Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на новом рынке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Могу сказать даже не как представитель дорожного направленности, а просто как человек, который сам за рулем передвигается. Город Барнаула точно в плохую сторону не выделяется по России, а по соседям, по многим, даже как небо и земля нашей дороги в городе выглядит. Вячеслав Франк признал и основную на данный момент проблему барнаула – пассажироперевозки. Люди справедливо критикуют власти, но в администрации в этом направлении работают. Администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание 17 автобусных маршрутов. Контракт предусматривает приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета города до 30-го года планируется обновить четверть автобусов, выходящих на линию. Депутаты от разных фракций обсуждают, что тоже упомянули о транспортной проблеме и не только. Депутаты фракции «Единая Россия» проехали на новых трамваях в качестве пассажиров. Впечатление положительное. Вместе с тем в этой отрасли еще остаются нерешенные вопросы. Один из них – несоблюдение графика движения на маршрутах. Этой проблемой еще предстоит заниматься нашему комитету по дорожному хозяйству и транспорту. Несмотря на сложности, результат работы администрации виден в реализации программ, национальных и региональных проектов, которые выполняются своевременно и качественно. Практически все, кто принимал участие в обсуждении отчета, отметили то, как Барнаул меняется в лучшую сторону в плане озеленения, начиная с 2018 года. В городе появилось 33 общественные территории. На их благоустройство направлено более миллиарда рублей. Продолжается реконструкция трех парков. Вы знаете, изумруды мы практически уже закрыли. Юбилейные идут поэтапно. Центральный парк. Очень красивый сквер в 2023 году сделан на Приречной. Вот кто не был, я советую сейчас растает снег, будет красиво, весна, можно пройти погулять. Очень хорошее место. Благодаря нацпроектам и поддержке краевого правительства в Барнауле продолжают строить детские сады и школы. За последние четыре года для маленьких барнаульцев открыты 11 детсадов на 3000 мест. В городе обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. Радует, что количество малышей и школьников, особенно в новых микрорайонах, ежегодно растет. Достижений у администрации города много. Этот факт отметили и руководители партийных фракций, гордумы и приглашенные гости. Только коммунистическая партия воздержалась при голосовании за отчет, остальные его поддержали. Работая в промышленности, мы ежедневно сталкиваемся с работой администрации города. Возьми благотворительную помощь, мы совместно собираем наш благотворительный конвой. Возьмите рост промышленности или проблемы в промышленности, которые на сегодняшний день есть, мы совместно их решаем. В городской администрации создана комиссия по работе с участниками СОО, где мы разбираем очень сложные вопросы. Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за его активную позицию, за его понимание, за то, что он неравнодушен к данной категории. Открытость к диалогу, умение слышать и слушать, далее понимание тех проблем, которыми живет общественная организация, как представитель населения города. Вот это все сегодня характеризует деятельность нашей администрации. Поэтому я, если была возможность поставить оценку, ну твердая четверка-то это железно. Кстати, что касается общественного транспорта в Барнауле, по словам главы города, уже в 2024 году в краевую столицу доставят 41 новые автобусы. Их пустят по самым важным и нуждающимся маршрутам. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. Специально для программы «Пульс города». Очередную партию гуманитарного груза отправили из Барнаула в зону СВО. На этот раз бойцам доставили специальную технику. Как проходила отправка машин на территорию боевых действий и кто помог ее организовать? Смотрите далее. На автовозе шесть автомобилей специального назначения для зоны СВО. Есть как легковушки, так и проходимые джипы, буханки. В некоторых подразделениях с транспортом туго и пригодятся любые машины. Алтайский край всеми силами поддерживает бойцов. Депутатами в 2023 году было принято решение, согласно которому мы можем отправлять транспортные средства, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления или наших муниципальных унитарных предприятий, либо учреждений, которые на сегодняшний день, скажем так, не востребованы. Мы могли бы их направить туда. Проходимая техника жизненно необходима в зоне проведения СВО. Вместе с машинами в районы боевых действий доставили и запчасти для авто. У нас есть ребята, которые обеспечивают ремонт этих автомобилей и готовят к отправке, то есть готовят техническое состояние от автомобилей. Есть ребята, которые занимаются выбором автомобилей, подбором и в дальнейшем покупкой, оформлением и документацией, и подготовкой также к отправке. И есть ребята, которые формируют гуманитарный груз. Помимо машин, представители власти, неравнодушные жители города отправили для бойцов немало других необходимых предметов. Маскировочные сети. Есть целый комплект от наших совместных партнеров разведки Сибири и Народного фронта. Очередные для лаборатории БПЛА. То есть это наполнители, условно говоря, направляющие, ну и все, что необходимо там. Есть даже эксклюзивные вещи тоже от депутатов Барнаульской городской думы в виде ленточных пил для пилорам. Гуманитарный груз доставили в славяно-сербский район Луганска. Там его распределили среди воинских подразделений. В первую очередь в технике нуждаются разведчики и медсанбат. Данил Кузнецов специально для программы «Пульс города». Администрация Барнаула и филиал фонда защитников Отечества подписали соглашение о сотрудничестве. Руководитель регионального отделения Владимир Медонов и глава города Вячеслав Франк отметили положительный совместный опыт работы, а также обсудили планы на будущее. Фонд защитники Отечества был создан в апреле прошлого года. Сразу же началась совместная работа с городскими муниципалитетами, в том числе и с администрацией Барнаула. На базе города Барнаула создана комиссия по решению этих вопросов, в которые входит и администрация города, и социальная защита, и депутатский корпус, и волонтерские организации. И как раз при решении сложных вопросов все мы как раз участвуем, и понимая проблематику какой-либо семьи, мы эти вопросы решаем быстро, оперативно. Бывает так, что сегодня вопрос поставлен, а завтра он уже решен. Глава города Вячеслав Франк отметил положительный совместный опыт работы с фондом. Соглашение будет способствовать более точечному и оперативному решению вопросов оказания поддержки участникам спецоперации и членам их семей. У него есть свои функции, которые помогают городу сегодня взаимодействовать и работать с нашими героями. Это юридические вопросы, социальная адаптация. Ну, много что делает. Он со своей стороны город старается что-то делать и быть полезным. Поэтому я думаю, что такое взаимодействие, оно и сработает для того, чтобы мы те цели достигли и, конечно, исполняли те задачи, которые перед нами стоят. Глава города также подчеркнул, соглашение о сотрудничестве усовершенствует уже выстроенный механизм между фондом и администрацией, а также позволит и дальше развивать партнерские отношения по разным направлениям. Мария Костолева специально для программы «Пульс города». Ледяная корка на поверхности почвы, которая образовалась из-за сильных осадков, может не позволить весенним талым водам вовремя уйти под землю. Эта зима на Алтае удивила даже синоптиков и гидрологов, дождями в том числе. Этот факт и обилие снега могут спровоцировать подтопление талыми водами. Насколько сложна паводковая обстановка и как в Барнауле готовы бороться с подтоплениями, об этом в интервью моей коллеге рассказал начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев. Если мы рассмотрим все-таки критические какие-то ситуации, то какая отметка для Барнаула в этом году, ну я не знаю, первая волна, вторая волна будет критической, и сколько, допустим, домов и сколько населения может пострадать? У нас от реки всегда страдают два поселка, это микроюн Затон и поселок Ильича. Отметки критические там разные, вот если взять микроюн Затон, то начало подтопления критической отметкой для Барнаула считается 5,60, относительно нуля водомерного поста. В зону подтопления попадает 683 дома с населением 2068 человек. По поселку Ильича у нас там отметка подтопления намного выше, она оставляет 650 сантиметров, относительно нуля водомерного поста, попадает 1070 человек, 428 домов. Но это в случае катастрофического затопления, которое у нас произошло в 2014 году, когда затопило и поселок Ильича, и микроюн Затон. Но мы, у нас есть уровни воды, у нас построен модуль для подтопления, вот допустим, при 560 сантиметрах у нас подтапливают 70 превосходимых участков, а уже при 585 у нас уже вода заходит в первый дом. И практически с дискретностью в 10 сантиметров у нас есть все модели подтопления, кто попадет и как попадет. А достаточно ли техники для возможного подтопления? Потому что я так понимаю, все может быть, несмотря на то, что вы готовитесь. Достаточно ли людей? Вот на этот год у нас спланировано в самом наихочем случае 1340 человек, 517 единиц техники. Но в этом году мы основной упор делаем, понимаем, что склонный всток будет очень активный. И мы в этом году сделали упор на водооткачивающую технику. В настоящий момент мы проводим, смотрим конкурсы по каждым районам. И вот у нас спланирована работа 121 единицы вот этой водооткачивающей техники. Это, я так понимаю, больше, чем раньше было, да? Да, оно на 20 единиц больше, чем в прошлом году. Ничего себе. Потому что мы понимаем, с чем придется нам столкнуться. Но это на критическую какую-то историю, да? Или уже она работает? Нет, она уже, вот 121 единица техники, которую мы реально уже три района проверили. Каждый насос, каждый автомобиль осмотрели, проверили. И роботоспособность мы проверяем. Вы пока проверили, но она еще не используется. Ну, будем говорить так, что уже было в этом году 9 заявок на подтопление отдельных участков дорог, отдельных придомых территорий. Отдельные подрядчики уже работали. Уже в этом году было такое. Но я хочу еще сказать, что в каждом районе сформированы бригады. И в случае, если житель сам не справится, то он всегда может обратиться или в диспетчерскую района, или на основной телефон 112, или в единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 299-188. Потому что вы будете следить, но, как говорится, если вдруг человек заметил, пожалуйста, пусть звонит. Да, он может спокойно обратиться, мы окажем ему помощь. А вот что касается гидротехнических сооружений, сколько их на территории города? И готовы они к пропуску? Ну, у нас на территории города нет гидротехнических сооружений. 9 из них находятся в муниципальной собственности. И 2 гидротехнических сооружения находятся в собственности ТЭС-2, а 1 в собственности ТЭС-3. У нас сформирована в городе межведомственная комиссия, которая на настоящий момент проходит осмотр, оценку и проверяет их готовность. Поступили доклады уже от акционерных обществ по ТЭС-2, ТЭС-3 о готовности и гидротехнических сооружений, потому что они проверяются самостоятельно и Ростехнадзором они представлены на МАКТ. Муниципальные же гидротехнические сооружения мы в настоящий момент проверяем, и я думаю, до конца следующей недели мы закончим их проверку. На данный момент ситуация спокойная, и когда вы вообще, ваша служба начинает волноваться, или вы всегда спокойны? Говорить о спокойствии, это слово такое, мы постоянной готовности, мы готовы в любой момент прийти на помощь. Я уже называл те телефоны, которые, это 1-1-2, и в едино-дечиспетческой службе, к которой может любой гражданин обратиться, и мы всегда придем на помощь. Мы эту ситуацию, я говорю, отслеживаю. Поэтому о спокойствии говорить, как бы, может быть, неправильно, а вот о постоянной готовности, это да, мы говорим, мы всегда готовы. Мы готовы прийти на помощь, послать специалистов туда, направить технику. В марте по всей стране прошли выборы президента России. В Барнауле самыми активными избирателями, пожалуй, стали люди старшего поколения и известные личности региона. Среди них депутаты, а также руководители органов власти края города, в том числе мэр Барнаула Вячеслав Франк. Он одним из первых посетил избирательный участок. Здравствуйте. Спасибо. Вы проголосовали. Глава города проголосовал на избирательном участке номер 255. Он отметил, что в Барнауле совместно с избирательными комиссиями администрация краевой столицы постаралась создать максимально комфортные условия для того, чтобы каждый горожанин мог выполнить свой гражданский долг. Кроме того, мэр подчеркнул, что с 15 по 17 марта в Барнауле проходило еще одно важное голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Алтайский край и столицы во всероссийском голосовании за объекты благоустройства принимали участие уже в четвертый раз. Для этого в городе работали специальные пункты. Волонтеры на местах рассказывали о каждой территории, которая есть в списке и помогали проголосовать за понравившийся объект. Всего в перечне 37 пространств. Объект-победитель ждет комплексное преобразование в следующем году. Напомним, в этом по итогам голосования прошлого года будут благоустраивать парк имени Ленина в индустриальном районе. Елена Макаренко специально для программы «Пульс города». На этой неделе вся страна скорбила по жертвам чудовищного теракта в подмосковном концертном зале «Крокус-Сити-Холл». Общую боль разделили все регионы, в том числе и Алтайский край. В Барнауле люди несли цветы к мемориалу славы, где 25 марта прошла всероссийская акция «Журавли». Ее участники зажгли свечи и выложили фразу «Барнаул скорбит». Небо мой, как часто и вечер. Чудовищная расправа над людьми сильно потрясла жителей краевой столицы, зажигая маленькие свечи. Многие не сдерживали слезы. Всего было зажжено около 700 огоньков. Из них выложили слова «Барнаул скорбит» и «Контур журавля» – птицы, ставшей символом трагедии. Таким образом, горожане отдали дань памяти жертвам террористов. Отметим, акция проходила под песню «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева. Именно его имя носит комплекс – концертный комплекс, ставший местом трагедии в пятницу 22 марта. Очень сложно говорить. Мы сочувствуем и сопереживаем всем семьям пострадавших, всем, кто погиб. Очень было тяжело смотреть новости, новостную ленту. Мы сопереживаем всем родным и близким, те, кто там был. И тогда даже те, кто выжил, они все равно получили огромные травмы. И мы здесь, чтобы показать, что мы за них сопереживаем. Желаем скорейшего выздоровления всем, кто был ранен. И это лишь незначительная часть новостей, которыми живет краевая столица. Держите руку на пульсе города вместе с нами. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова